всем привет меня зовут Евгений Беляков я обозреватель отдела экономики комсомольской правды сегодня расскажу как пользоваться выгодными предложениями банка таких клиентов как я банки не очень любят но это их проблемы банки сейчас предлагают столько условий для заработка что не пользоваться ими это преступление конкуренция на рынке жесточайшая и нам остается только выбирать самые выгодные продукты банковские карты до недавнего времени были убыточными для клиента мы выкладывали деньги за годовое обслуживание за смс-информирование сейчас ситуация изменилась конечно эти платежи остались но карты стали на любой вкус можно получать бонусы или скидки первая разновидность банковского пластика к брендовые карты самые популярные карты для путешественников они дают возможность получать бонусные мили есть к бренды с топливными компаниями и наконец есть совместные карты с продуктовыми сетями вам остается только посчитать какая из них будет для вас наиболее выгодная второе интересное предложение карты с кэшбэком это не бонусы которые могут копиться годами про которые можно забыть о деньги которые возвращаются на счет в течение месяца а иногда и на следующий день как правило карты с кэшбэком привязаны к категориям товаров одни дают возврат денег на азс другие в кафе 3 при покупке одежды и обуви скидки достигают 10 процентов в год по некоторым картам можно сэкономить кругленькую сумму при этом нет смысла брать сразу несколько карт бюджет у вас все равно один поэтому изучите свои расходы и посчитайте на что вы больше всего тратите деньги и по какой карте сможете получать максимальную скидку лично у меня две карты 1 с кэшбэком на азс и в кафе и ресторанах она приносит не по 1000 рублей в месяц то есть 12 тысяч рублей в год при этом ее обслуживание обходится мне всего полторы тысячи рублей в год экономия на лицо другая карта к брендовая на ней копятся не за последние пять лет я трижды покупал с ее помощью бесплатные билеты экономия составила 18 тысяч рублей оплата за обслуживание в эти пять лет 6000 рублей опять же выгода и так если вы пользуетесь банковскими продуктами пользуйтесь ими с выгодой для себя и да прибудут и останутся с вами не лишний день в следующей части расскажу как правильно брать ипотеку